Всем привет, друзья! С вами Закупач и вы представляете, только недавно я снимал вторую серию Гарри Поттер Юми от компании Юми, которые вот эти магические капсулы сюрприз, а уже в детском мире продается третий, то есть к нам в Россию практически одновременно и второй, и третий сезон приехал. У меня обзор есть на первый сезон, на второй, на канале можете найти Закупач Гарри Поттер или там Юми Закупач и найдете. Начнем сразу распаковку, смотрим на упаковку. Во-первых, в детском мире она по акции стоит 900 рублей, я думаю, достаточно выгодная цена, потому что стартовая цена у них было обычно 1200 рублей на все коллекции. Написано здесь нужно оттирать пальчиком, вот, потом намочить еще нам вода. Тут то есть два послания, одну нужно будет стереть, а вторую, получается, надо будет намочить водой. Вот, поэтому мне потребуется помощь. Валюша, мне потребуется помощь Валюши! Так, открываем, что-то у меня опять не получается. Хотел просто одним кадром снять это все, чтобы ничего не монтировать. А то очень много видео, ребят, серьезно, там вообще полно-полно видосов, снимаю сейчас. Так, надо как-то открыть-то. Вот как-то сделано неудобно. Что ж такое-чё? Запаковали, запаковали хорошенько. Итак, по-моему, тут могут быть даже редкие выпадать, а может быть там суперредкие и так далее. Давайте начнем распаковку. Первое, что мы должны открыть, это под номером 1. Раньше они открывались как-то тяжело для моих ногтей, и сегодня это, походу, не исключение. Вот как мне ее открыть? Нужен какой-то нож. Вот зачем они такое делают? О, ножницами нормально. Так, это сейчас мы отгадаем факультет. То есть, какой у нас факультет? Написано прямо ногтем, но мне-то что-то ногтем не особо нравится. Давайте я лучше это сделаю ноженками. Так, и это у нас красный факультет. А кто это у нас красный факультет? Гриффиндор? Кто это? Хогвартс? Что это такое? Валюш! Принесешь водички в этой тарелочке, чтобы я окунал их? И монетку. Ой, и монетку. Так, что это за факультет, опять же? Я не знаю. Вот, давайте открывать под номером 2, и там мы сейчас найдем что-то под номером 2. Опа. Опа. Так, под номером 2 здесь нужно будет намочить водой. А раньше, по-моему, там был какой-то аксессуар. Да, написано намочить водой. То есть, смотрите, по подсказкам вы уже должны угадать, что это за персонаж будет. Но я думаю, сейчас сложно будет отгадать, потому что мы не видели коллекционную бумажку, и мы не знаем, что там. Итак, здесь у нас... Это что за факультет? Валь, ты не помнишь? Лев, это что за факультет? Нет. А где вода? Еще нет? Я же за монетки пошла еще. А, еще и воду, пожалуйста. Вот. Так. Ну, сделано качественно. Картон вообще качественный. Давайте я пока попробую открыть саму фигурку. Ах. Опять не получается, слушайте. Если девочкой у вас ногти большие, то вы можете себе ногти поломать. Не, я не могу их открывать. У меня только через пинцет. Да, только через пинцет. Так, мы берем водичку. И окунаем это дело в водичку. И смотрим, кто это. Так, это любимое заклинание персонажа, который находится внутри. Редукто. Редукто это, наверное, Гермиона. А, Реду, Редук, Кио, Редусио. Или Реду, Редусио. Мне кажется, это Гермион, скорее всего. Давайте посмотрим вообще, кто у нас есть в коллекции. Это будет подсказка. Так, супередкий персонаж. У нас кто-то с метелкой. Десятый персонаж. 1 к 10 вероятность его выпада. А нет, 1 к 33. Или нет? В общем, есть обычные персонажи, комонки. Это кружки. У них вероятность выпада 1 к 8. Есть ромбики. Это как бы редкие. Это вот они. Долорес. Вот это Колдунья. Потом Невил. Вот у них 1 к 13. И есть суперредкий вот этот 1. У него 1 к 33. То есть из 33 фигурок вероятность выпасть 1. Ну, короче, это очень-очень редко. Итак, смотрим, кто же. Так, давайте начнем с аксессуаров. По аксессуарам мы сейчас должны будем уже догадаться, что за фигурка находится там. Я пока его открывать не буду, но они там очень плотно сидят. Очень тяжело достаются. Первый аксессуар. Что-то маленькое. Что-то малюсенькое. И это что это? Это вот этот микроскоп. Микроскоп или это подзорная труба. Так, догадываетесь, кто это? Дальше. Если вы догадались всех персонажей, кто выпадал мне, то напишите в комментариях, значит, вы настоящий фанат. Так, вот такая палочка у него. Вот такая палочка. Видите, малюсенькая. Вот такая аккуратная. И последняя. Нет, не последняя, вот. А, ну да, предпоследняя. Так, предпоследняя это какая-то баночка. Баночка Pepsi или что это? Pepsi. Баночка Coca-Cola. Так, и здесь, по-моему, какая-то книга. Такое что-то очень маленькое. Слушайте, очень много аксессуаров стало. Это лепест... Что это? А, я знаю, кто это. Кто это? Не скажу. Ну, потому что не знаешь. Не знаю. Это какая-то мышь какая-то замороженная, не понял. Но так, если ты посмотришь, ты, конечно, поймешь. Так, смотрим. Беремые копты. Смотрим, кто же это. Восемь. Раз, два, три. Ну, она говорит, что это под номером восемь. И это у нас... Та-да-да-дан-дан. О-о-о-о, это редкий, получается, она выпадает. Это 1-1-3. Четвертая. Так, смотрите. Кто это? Это Фред. Да, он редкий. Это Фред. Он редкий, смотрите-ка. Он ромбик. Слушай, прикольно, что нам выпала редкая фигурка. У меня такое редкость вообще бывает. Ну-ка. Смотрите, подставок никаких нет. В наборе он выглядит, как всегда, по-анимешному круто. Очень крутая фигурка. Давайте теперь, получается, мы можем ему вставить эту самую палочку в руку. О, вот так он вставит, типа, с палочкой, что-то думает. А больше ему в руку ничего дать нельзя. То есть, вот это все это просто как аксессуары. Да можно, наверное, но зачем? О, вот кто нам выпадает. Слушай, приколдесина. Приколдесина. Круто, что редкий. И смотрите, потихонечку бумажка уже высыхает. И уже потихонечку она пропадает, его заклинание. Уже постепенно не видно, что там внутри. Давайте открывать следующего. Сейчас дело быстрее пойдет. Что-то я долго там рассолил. Пока я там понимал, что куда смотреть. Да что ж такое. Итак, под номером один. Что у нас? Под номером один. Здесь нужно стирать монеткой. Итак, берем монеточку. Давайте. Стираем. О, что это? Что это за факультет? Зеленый. Зеленый это кто такой? Это трап. Это змея. А, змея это плохие-то. Злодей. Сейчас может кто-нибудь редкий выпасть. И злодеи. Да, это слизерин, по-моему, змея, да? Да. Да, по-моему, змея это слизерин. Смотрите-ка. Вот такая редкая. С этой стороны. А, вот подсказка, оказывается. Гриффиндор у нас до этого был. Лев. Слизерин, змея. Ревен Клейд, птица. И фуглепуф. Это вот этот какой-то енот-полоскун. Или кто это? Медведь. Медведь, наверное, скорее всего. Так, ладно. Давайте дальше. Открываем. Так, подсказочка. Подсказочка, что за заклинание. Так, заклинание у нас инкарсэроуз. Инкарсэроуз. Это вот так нужно сделать. Как бублик нарисовать. Да. Почти бесконечность, только вот так. Восьмерка на бочок. О, вот так рисуете. Инкарсэроуз. Кто это, Милан, может быть? Ты еще не догадалась? Я не знаю, может, самый редкий. Может быть, самый редкий. Кстати, самый редкий, скорее всего, злодей, мне кажется. Это, наверное, Драго. В первой части у нас есть самый редкий нам выпадал. Это был Гарри Поттер на метле. Во второй части я не помню, кто самый редкий. Так, опять же здесь куча, куча. Ой, тут какой-то большой аксессуар у него. Так, ладно, мы его пока открывать не будем, чтобы вы не догадались, ребята, что это такое. А, я думала, кто это. Давайте начнем. Это с кошечкой, которая. С кошечкой? Да. Милана говорит, что это с кошечкой. Смотрите, это... О, я понял, кто это. Это главная злодейка вот эта, которая стала новым заместителем, когда погиб Дамблдор. Она стала этим. Главное, ну, как-то... Это вот эта, тетка. Тетка злая. Которую потом... Да, кошечек любит, и ее потом еще унесли эти минотавры, кентавры. Вот, да, я уже догадался. Вот это, кстати, она, конечно, злодейку сыграла шикарно. Это, наверное, единственный персонаж, который мне так запомнился. Видите, у нее с кошечкой кружка. То есть, тут у нее кошечка кружка. И даже есть блюдечко. Смотрите, даже на блюдечко можно поставить. Вау, вообще! Вообще круто! Так, и теперь мы сейчас увидим, скорее всего, ее волшебную палочку. А волшебная палочка у нее в виде какой-то непонятной пикиш. Что это такое? Пика. Пика-пикачу? Что это такое? Пика-пикачу. Как будто нож-кортик, знаете. Бывают еще такие ручки тактические. И да, я сто процентов уверен, что мы правильно угадали. А, мы еще забыли котика. Скорее всего, тут будет котик. У нее был пушистый кот большой. Вау! Какая милота! Вы посмотрите, с котиком! Слушай, прикольно! Котик какой! Ну, по-моему, он был у нее более пушистый. А здесь он такой прикольный анимешный. Вообще, они тут все добренькие. Ну, выглядят добренько. Да. Да, у нее хитрое лицо. Но все равно она выглядит... Ну, даже не знаю. Выглядит по-злому она, Милан? Ну, да. Да? Милан говорит, что по-злому. Здесь слово по-злому. Мне кажется, что не так-то по-злому. Еще она была не такая добрая. Ну, она вообще злюка была, я считаю. Да. Ну, может быть, ее заколдовали. Может быть, она была хорошая. Видите, она в лабутенах. Красные туфли у нее. О, какая! Какая! Бля какая! Какая! Так, и последняя. Третья фигурка. Ну, наверное, супередкий. Нам не выпадет. Кстати, она, Милан, по редкости кто? Она редкая, по-моему, да? Нет. Что это? Да, она редкая. Видите, она с ромбиком. Ее зовут Долорес. 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 Это как Долорес вот эта, которая автомобиль. Так, сейчас мы будем... Тут две! Чего? Чего? Что? Это так можно было? Две. А что это такое? Может быть, на заводе этот самый заглючил станок? Ну-ка, давайте-ка сотрем это дело. Так, здесь нам выпадает... Змей. Так, ну тут выпадает змей. Это слизерин. Будет прикол, если сейчас будет непонятно, типа, один такой, один такой. По идее, тут должен быть слизерин. Да, и вот это тоже слизерин. Наверное, перепутали просто. Да, наверное, перепутали. Я думаю, ничего страшного. Да, два раза слизерин нам выпадает. Может, у детского такое? Ну, я надеюсь, это не повторка, потому что там, на самом деле, этих самых не так-то много злодеев. Так, ну что же, давайте намочим его. А, нет, это другое заклинание. Это заклинание... Сэрпенсори... Ла! Сэрпенсори... Ла! Сэрпенсори... Бла! Бла! Так, открываем. Так, капсулы вот так выглядят. Если что, я вам даже не показал, слушайте. Они выглядят, мне кажется, точно так же. Ничего нового особо не появилось. Да что ж такое? Так. Так, так. Ну, бумажка она мне нужна. У нас так есть. Да. Ой, там кто-то спрятался. Слушай, может, редкая? По-моему, это редкая. Смотрите, тут Magic Creators. Слушайте, наверное, это самая редкая фигурка. Magic Creators. Начнем с маленьких пакетов. Видите, они сделаны в стиле, опять же, не вот такого старья. То есть, таких старых пакетиков. Все как в Гарри Поттере. И это золотое? Что? Это снова... Вот как в этом... В первой части был редкий Гарри Поттер. Как раз-таки он... Это, наверное, редкий Гарри Поттер. Сто процентов. Видите? У него золотой мячик, который он поймал для игры. Вот в этот бомбинтонах местный. Так. Нет, это с ромбиком. С ромбиком, ты думаешь? Так, потом тут есть пшикалка зеленого цвета. Это, наверное, какое-то заклинание или что это? Это, которое восьмое. Там даже непонятно, что нарисовано. Там нарисована какая-то птица. А нет, да, это не может быть Гарри Поттер. Там же нам Слизерин выпало. А Гарри Поттер это у нас не Слизерина. Он добрый. Да, он добрый. Это какой-то злодей должен быть. Это, наверное, Драго. Так, а Драго летал раз на метле? Не знаю. Так, здесь вот такая палочка маленькая. Вот такая маленькая вручалочка. И последняя. Magic Creators. Это Хогварт Шоу. Школа написана. Это противник этого... Да. Это метла. Неужели это суперредкий Драго? Нет, это вот этот, который... Да это суперредкий Драго. Нет. Волан-де-Мор, ты думаешь, это? Нет, вот этот, который в таких волосах жёлтых. Да. Он тоже мальчик. Ну, Драго. Нет. Блазин. Да. Жёлтый волос. Так, итак. Барабанная дробь. Кто же нам выпадает? Ля-ляшки, тополяшки. Это Драго. Драго с метлой. Суперредкий. Это суперредкий Драго. Слушайте, да, ему нужно дать метлу. Метла у него в левой руке нарисована на картинке. Я подсматриваю. Смотрите, какое. Это самая редкая фигурка из коллекции, ребята. Это вообще зачёт. Знаете, почему он суперредкий? Потому что в России Драго, кстати, очень любят. Да, ему можно даже дать мячик. Как будто бы он его поймал. Он может держать его в руке. Но я думаю, что надо всё-таки ему палочку. Отдать, да, нему? Ой, всё выпадает у него из руки. Наверное, лучше вот так даже вставить ему метлу. Вы посмотрите, какой красавчик. Самая редкая фигурка из коллекции. У меня такого вообще никогда не было на канале. Вы посмотрите. Это, ребята, просто жесть. Итак, что же мы получаем за то, что я потратил больше двух тысяч рублей, получается, в итоге? Смотрите. Мы получаем суперредкого Драго. Это мне повезло. И у него идут аксессуары. Баллончик и золотая штучка вот эта. Также с ним идёт вот эта. И две почему-то. Типа он супер-супер злой. Не знаю почему. Потом у нас есть злодеи. Смотрите, в этом сезоне очень много злодеев выпадает. У нас почему-то прям много злодеев. Так, с кружечкой. И с вот этими заклинаниями. И только один положительный персонаж у нас выпадает. Вот этот чувачеллы. Да. Из Гриффиндора. Хопа, хопа. Слушайте, вам не кажется подозрительным, что все злодеи, они слизерин? А может их надо было сразу в тюрьму сажать? Типа, если шляпа выбрала тебя как слизерин, сразу в тюрьму? Потому что что-то положительных персонажей там особо-то и не было в Гарри Поттере. Если я ошибаюсь, напишите в комментариях, кто был хороший. Итак. Чтобы вы не думали, что я вас обманул. Смотрите. Драго здесь нету. Вот здесь, видите? Вот он, Драго. Супер редкий. Нам выпадает супер редкий. А кто же нам не выпал? Кто же нам не выпал? Нам не выпал Гарри Поттер обычный. Гермиона обычная. Георг. Георг. Обычный. Фред нам выпал. Тонгс, кстати, классная. Вот ее нету с розовыми волосами. Девчонок обожаю. Моди. Он обычный не выпал. Долорес выпала. Трайлавн. Как ее зовут? И Невилл. Я бы хотел еще бы себе в коллекцию вот ее, которая предсказывала будущее, девочку с розовыми волосами. Гарри Поттер, Гармиона у меня есть, так что особо не хочется. Вот хочется вот этих дополнительных персонажей. Слушайте, коллекция топ. Пока она стоит 900 рублей, я думаю, брать можно смело, потому что на Озон и на остальных сайтах это все стоит намного дороже. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами Закупач. Поддержите этот видос лайком, если вы за меня рады, потому что мне выпал супер редкий персонаж. Пока!